Жители пятой площадки в очередной раз подверглись нападению вредителей, которые терроризируют автомобилистов, оставляющих свои машины во дворах. В очередной раз бытовые диверсанты атаковали дом по Сунгарийской, 24. Здесь жертвами протыкателей колес стали порядка десятка автовладельцев. Из-за участившихся случаев тихих ночных нападений жители оборудовали дом камерами, и они помогли в общих чертах рассмотреть, как это происходит. На дело преступники пришли вдвоем в первом часу ночи. Один встал подаль, чтобы предупредить подельника в случае опасности, а второй оперативно пробежался по ряду стоящих во дворе машин. У каждой он задерживается на несколько секунд, чтобы сделать шилом несколько быстрых проколов. Причем колят, ну, то есть это не просто там прокололи одно отверстие, как бы, и на этом все закончилось. Нет, то есть есть люди, у кого-то четыре колеса проколоты. То есть все четыре, и отверстие там от двух до десяти. Ну, то есть такая резина, она уже, в принципе, там даже не подлежит ремонту. Подобные нападения жители терпят с весны. Поначалу вредители попытались отпугнуть, осветив двор. Но постепенно они опять осмелели. Мы своими усилиями установили прожектора, которые заходят в квартиру, и каждую ночь включаем. Вот на трех подъездах, да, получается. На трех подъездах мы установили в квартирах прожектора. Более-менее они там, получается, поутихли в первое время. И то, как бы, смотрят, где освещения нет. Сейчас вот стали по углам, получается, где более-менее темно, они вылазят, там протыкают. Естественно, возмущенные повторяющимися атаками люди обратились в полицию. И обращаются каждый раз. Но неуловимые вредители все так же остаются неуловимыми. И это, похоже, подвигает их портить резину снова и снова. Полиция не установила никого. Также и пишет, что лицо не установлено в возбуждении административного дела, отказывает. Соответственно, ущерб маленький, никто не занимается особо этим всем. А так, по лету у нас каждый месяц, постоянно с мая месяца прокалывается по 20-10 машин. Сейчас, возможно, меньше, потому что установлены камеры. У нас на два раза на моей машине прокалывали. Ну и вот, получается, три раза у мужа. Логика подсказывает, что нужно искать тех, кому это выгодно. Полгода прокалывать колеса от нечего делать хулиганы не будут. Это больше похоже на заказ. Местных шиномонтажников из списков подозреваемых автомобилисты уже давно вычеркнули по ряду причин. А вот ближайшая автостоянка по-прежнему под подозрением, хоть на ней и яростно отрицают свою причастность к ночным вылазкам. С места происшествия Ольга Горбунова и Андрей Алферов.